Кинологи отпраздновали 114-ю годовщину создания профессионального подразделения в системе МВД России. На данный момент во Владимирской области насчитывается около 100 служебных собак. За каждой собакой закреплен специалист-кинолог, который дрессирует, тренирует животное и при необходимости выезжает с ним на места происшествий. Дрессировке подается любая собака, но в качестве служебных предпочтения отдают овчаркам. В кинологической службе Владимирской области, да и по всей России, в основном используется несколько пород собак. Основная собака, которая используется для применения оперативно-служебной деятельности, это немецкая овчарка. Также имеется и бельгийская овчарка, лабрадоры и ротвейлеры. Почему основная собака это немецкая? Потому что эта собака быстрее всех запоминает запахи и начинает работать сразу в оперативно-служебной деятельности. Кинологи выезжают на общеуголовные преступления, такие как кражи, убийства, грабежи и на поиск наркотических средств или психотропных веществ. Служебный срок у собаки довольно короткий. В среднем они могут работать 8 лет. После этого срока службы проводятся дополнительные проверки, чтобы определить состояние собаки, может она в дальнейшем работать или нет. Сейчас на данный момент у меня две служебные собаки, две бельгийские овчарки. Это Дина и Брина. Одна работает по поиску на вооружение взрывных веществ, другая работает по поиску на следам человека. Дина, я ее взял в 2018 году щенком. И вот с 2018 года мы побывали с ней в командировках. Про свою профессию кинологи говорят, что самое главное в ней крепкие нервы, потому что приходится каждый день работать над собакой, а это довольно нелегкий процесс. Бывает, что во время дрессировок совершаются ошибки, которые необходимо исправлять. Плюс ко всему и самому нужно находиться в хорошей физической форме, чтобы успевать за собакой. Многое зависит от возраста, характера, центральной нервной системы собаки. Кто-то легко поддается дрессировке, а с кем-то изо дня в день нужно повторять и закреплять полученные навыки. В нашем центре мы воспитываем как взрослых собак, так и щенков, которые родились на нашей территории. Каждый щенок у нас закреплен за конкретным кинологом, который готовит его месяцев с 3-4 уже начинаем готовить послушанию. Затем параллельно с послушанием уже начинаем заниматься спецкурсом. Это начинаем где-то месяцев с 7. По истечении срока службы собака списывается с баланса организации и отправляется на пенсию. В большинстве случаев кинолог оставляет собаку себе, так как оставить животное после стольких лет совместной службы сложно. Если такой возможности нет, то собаки ищут добрые руки. Анна Богданова, 6 канал.